всем привет прошу прощения за то что пропал надолго скажем так занимался фигней отдыхал гонял на рыбалке то есть буквально и уезжал на неделю до приезжал домой на день отдохнуть и опять бежал на рыбалку ну и в результате на этих рыбалках тупо утопил камеру в амуре ну и в данный момент отобрал у ребенка планшет но и снимая на него так что с качеством не совсем будет конечно но делать нечего еще раз прошу прощения если кому-то ответил никомин на комментарий кроме этого камера утонула с рядом уже отснятого материала который должен был быть залить на youtube но имеем то что имеем и заслужим того чего заслуживаем а сегодня просто хотелось показать вам результат наверное или приобретенный опыт положительный опыт приобретенной использования вот вот этого вот инструмента данные агрегаты до мачете кукри очень много их обзоров но они все какие-то вот зализаны знаете вот прилизанные и получается так что адекватного и реального понятного мнения о вот таких вот больших скажем так кемпинговых ножах ну их нет тем более вот на 1 из рыбалок я взял вот этот вот топор да ну и сами можете оценить во что он у нас превратился знаю получится нет но вот вот так вот выглядит режущая кромка это первая же рыбалка до топора практически ни черта не осталось но у меня в машине лежал вот этот вот агрегат мачете кукри викинг норвей да здесь сталь 420 к нержавейка я решил взять его попробовать на на рыбалку надо мной угорали мужики говорили ты что дурак вот кто в наш лес ходит вот с такой вот фигней но потом потом они перестали смеяться потому что данный предмет на рыбалках показал себя с наилучшей стороны просто с наилучшей стороны по ножнам да ну вот сейчас секунду здесь у нас получается длина клинка 33 сантиметра рукоять 13 я не говорю что это там там идеальный там нож до свои недостатки есть обух у него 4 и 8 миллиметра сведения на режущей кромки где-то в миллиметр за . была заводская линза теперь я хотел бы поговорить о его достоинствах и соответственно кое-каких-то недостатках в сравнении вот с этим предметом да вот я вам хочу сказать что вот этот топор вот этот топор он весит тяжелее чем мачета мачета где-то в районе в районе 900 грамм топор килограмм 100 то есть 200 грамм где-то разница какие преимущества я для себя открыл да то есть вот это его трубище частью сейчас я отмечу ее вот примерно тогда то есть получается что у нас вот эта часть рубящая в принципе спокойно перерубаются ветки и там бревнышки какие-то до 15 сантиметров в диаметре без да с небольшим пришлось привыкать грубо говоря к мачете да но без без вопросов и без всяких там вариантов на все остальное на все остальное как обычно то есть на рыбалку с собой берется просто бензопила сучкорез то есть но перерубить 15 сантиметровую ветку или ствол то есть без проблем тем более данный вот девайс крепился у меня на рюкзачке за мной на маленьком рюкзачке за спиной его крепил ремнями к нему и то есть в любой момент я его мог спокойно достать из-за спины и вперед кто знает что такое рыбалка нахариуса что она связана с довольно таки длительными переходами по несколько километров в день потому что идешь мутишь воду да я имею ввиду поплавочную удочку и иногда перед приходится то есть переходить реку а сами понимаете скорость реки довольно таки большая и чтобы грубо говоря тебя не понесло по этой реке приходится вырубать себе шест и с этим шестом потихоньку аккуратно переходить реку то есть вот в данном случае вот этот агрегат отлично то есть грубо говоря большой нож я быстро перерубил ветку вот этой вот частью там зачистил ее заточил то есть выполнив строгающего такие вот движения да и погнал но самое интересное что те люди с которыми я был на рыбалках да они потом по итогу запускали меня вот когда мы идем по берегу когда там не пролазаны эти кусты и я тупо выполнял роль так сказать расчищающего дорогу сами видите состояние мачете да состояние вот режущей кромки самая убитая она вот здесь в этой части вот я его планирую сейчас немножко привести в порядок и заточить его а ну не сказал про цену значит цена у этого агрегата 700 рублей не знаю сколько он сейчас стоит но свои 700 рублей я вам хочу сказать что он отработал полностью то есть и клинком и клинком и даже вот этими нужными довольно удобно то есть мне нравится вот это количество возможных креплений там хоть вверх хоть вниз хоть на спину хоть на пузо хоть к ноге по барабану ну нужны конечно да не фонтан не очень качественные но при таком ношение да то есть вверх ногами грубо говоря он спокойно висит не выпадает то есть в любой момент его можно достать и работать какие работа он еще выполнял кроме того что шесты для перехода за счет своей серповидной вот этой формы да спокойно им можно работать как серпом то есть выполнять вот такие вот движения и очень часто приходилось расчищать прям вот просто расчищать как серпом скашивать траву какие-то мелкие кусты чтобы там поставить палатку и разбить лагерь здесь кончик сами видите да ушатанный тут невооруженным глазом видно что он просто-напросто убит и ну открывали им консервные банки не очень удобно но можно спокойно открыть консервную банку так же когда надо было расчистить там траву и там камыши в воде да какие-то убрать какие-то кусты для того чтобы спокойно посидеть себе расчистить окно в воде да то же самое бросался он везде где только можно было сами видите то есть состояние его мне вот этот предмет очень понравился то есть ну и соответственно мужикам с которыми я был на рыбалке на рыбалке тоже ну что решили вот по заказывать себе вот такие агрегаты да он полностью не выполняет роль топора но как большой кемпинговый нож у меня был маленький мой апинель десятка вот этот вот викинг норвей и у нас у всех мы брали с собой еще маленькую бензопилу сучкорез вот достаточно 90 процентов работ выполнял вот этот нож просто очень удобно и да немножко надо привыкнуть да у него есть косяки там вот вот тут вот щель дерева рассохлась там вот чего от некачественно сделанный да ой вот тут вот сведение неровное ну извините меня в том говне которым он побывал то тут у меня нет вопросов к нему просто нет вопросов к нему даже можно это самое сейчас покажу володя извини меня конечно у детей украл карандаш я занимаюсь плагиатом да бутюков тест можно даже карандаш заточить прошу прощения меня прервали звонком ну и теперь давайте немножко про недостатки вот основной недостаток да я там не закончил ладно будь бутюков тексте не закончил ладно это бред основной такой недостаток который как бы вскрылся да вот этого именно клинка но в том что вот на топоре если есть обух то здесь его нет иногда требуется что-то забить да и вот если бы у него была форма чуть-чуть попрямее да и вот здесь было бы утолщение обуха допустим какое-либо чтобы можно было работать как молотком я думаю что это было бы более интересно и вот немножечко подумав да я вот сделал несколько набросков мачете вот который я бы хотел видеть и даже возможно бы приобрел попытаюсь сейчас показать и объяснить почему именно такие и и почему именно так ну вот один допустим образец мачете да вот такого плана надеюсь все понятно в данном случае здесь у него несколько рабочих граней сами видите вот режущая часть угол заточки 35 градусов вот данная часть я понимаю что вот здесь немножко будет ослаблен клинок и возможно просто-напросто слом данного инструмента но вот эта вот часть вот 40 градусов в данном случае она используется может быть использована как крюк как для подрубания сучков и в таком духе вот эта часть у нас рубящая основная часть это рубить ветки и все остальное эта часть клинка получается можно может использоваться и как небольшая лопатка например вот здесь вот то есть в этой части клинка хотелось бы вот мне бы увидеть или это как идея что ли утолщение допустим ну два сантиметра вполне достаточно чтобы что-то забить в таком духе то есть если смотреть с торца на сам клинок он будет иметь вот такую вот форму я не говорю что это будет отличный вариант но дополнительно еще нарисовал для себя несколько эскизов там других сейчас я их покажу вы их посмотрите в данном эскизе вот здесь вот более плавный переход сделан то есть получается более прочная более прочный клинок и меньше гарантии что он сломается в этой части при каком-либо ударе да опять же имеется некое острие то есть вполне возможно наносить какие-то корящие удары ну или что-то в таком духе да и с другой стороны сохраняется возможность использовать мачете как лопатка в данном случае тоже можно вот здесь вот у кончика напротив рубящей части сделать утолщение клинка и получается у нас своеобразный молоток но вот вот в этих вариантах да мы получается теряем вот эту серповидность то есть здесь нужно выбирать серповидность удобно нам когда нам нужно что-то срезать типа травы типа каких-то кустов то есть расчищать какую-то местность но за счет вот этого серповидности можно этого избежать можно еще также ну более эстетичное что ли сделать клинок но тогда мы вот в этой части потеряем возможность утолщить обух за счет изгиба его и не будет возможности работать эти мачете как молотком зато такой вот вариант выглядит более эстетичным сейчас сейчас я планирую сделать что я планирую заточить этот клинок я не знаю буду ли я восстанавливать линзы на нем может быть просто обойду ступенькой да и все и париться не буду но что я хочу сделать это однозначно хочу сделать то вот до этой части то есть вот эту режущую часть да я попытаюсь сделать угол поменьше далее вот примерно вот вот так я хочу сделать угол чуть больше посмотрим как оно будет получаться и самый большой угол буду делать заточки вот здесь ну и вы собственно сами видите насколько повреждения идут по режущей кромке основное основные травмы получила режущая кромка вот в этой части то есть на которую приходилось большинство рубящих ударов ну тут даже ребятки попытались его вот повтыкать в дерево там типа в индейцев играли но вот эта вот часть она пострадала меньше всего режущей кромки то есть небольшие засветы но даже как карандаш как я и показывал то есть возможно даже чисто теоретически заточить карандаш как почищу заточу покажу так закончил я восстанавливать режущие способности вот этого девайса да сказать что стали здесь сильно качественная я не могу потому что сталь 420 но я восстанавливал режущую кромку и вот на вот этой на этом ноже да это тоже 420 j2 мастер шеф пользуется моя жена на кухне она его ушатала насмерть но вот этот нож точился значительно легче чем мачете викинг норвей да что могу сказать по заточке да заточка производилась вот вот этими двумя камнями почему именно двумя вот это вот у нас 180-й а вот это 3000-й ну сталь позволяла грубо говоря ободрать 180-м и сразу выйти на 3000-й то есть по времени вполне 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 нормально выходило и 3000-й убирал следы от 180-го ну понятно что гридность тут невозможно отнести какой-либо системе это чисто китайская тема точил на вот этом клоне апекса заточка производилась как я и хотел то есть здесь видно да по подводу что вот в этом месте подвод более широкий и постепенно этот подвод он сужается здесь то же самое то есть заточка производилась в три этапа с повышением угла с увеличением угла заточки здесь то есть 30 где-то градусов здесь градусов наверное 50 с копейками вот в этой части то есть вначале протачивалась вот эта часть потом вот эта часть вот так вот вот эта часть точилась и третий раз ну третий заход точился вот этот кончик то есть да не очень удобно но точить можно единственная проблема которые возникли при заточке этого девайса это заусенец за счет того что сталь очень мягкая то есть как я его не пытался содрать в деревянную доску об дубовую которая у меня имеется да то есть у меня это сделать не получалось то есть кроме этого попытавшись ну провести ударный так сказать тест все таки это же рубящий предмет больше все таки это рубящий предмет то вот здесь вот остатки заусенцев заминались и ну было принято решение взять вот этот вот Арканзас и сбить заусенец вот этот true heart dance wet stone сбить заусенец я могу сказать следующее что после вот этого Арканзаса то есть там получилось так что я это создал некий такой микроподвод все таки да мачета начала проходить ударные тесты то есть оно перестало грубо говоря режущая кромка перестала здесь заминаться я не знаю насколько это правда то есть что наклеп делают Арканзасы там что увеличивают стойкость режущей кромки но факт остается фактом то есть после рубки деревяшки режущая кромка сохранила свои режущие свойства если можно так сказать при этом на режущей кромке сохранилась своеобразная линза если посмотрите то вот так вот имеется у камня седловидность у трехтысячника что тоже должно каким-то образом но увеличить все таки стойкость режущей кромки а ну как же Володя привет то есть бутиков тест не знаю проходит и какую оценку вы можете дать ну вот что есть то есть в принципе вполне вполне спокойно можно заточить карандаш ну Володя посмотрит это видео наверное все таки даст оценку ну и в общем перерос я от таких вот малышей и решился решился вот на это это был транслюцент это хард это у нас софт ну и black более подробный обзор в следующем видео а сейчас пока всем до свидания ранее на все и на все и Продолжение следует...